Сегодня третий, заключительный день голосования. Избирательные участки будут работать до 20 часов. Прямо сейчас наша съемочная группа находится в избирательной комиссии Самарской области, где в эти минуты председатель обл. избиркома Вадим Михеев объявляет промежуточные итоги явки избирателей на выборах по состоянию на 12 часов. Добрый день. Сегодня 8 сентября 2024 года. В 8.00 избирательные участки открыли свои двери для проведения голосования на выборах губернатора Самарской области. Это третий день голосования. Все участки работают в штатном режиме. Все 385 КАИБов также работают в штатном режиме. Система видеонаблюдения работает на каждом избирательном участке. По итогам двух дней голосования 6-7 сентября 40,35% избирателей Самарской области уже реализовали свое право. Сегодня на 12.00 в Самарской области на выборах досрочных губернатора Самарской области явка зафиксирована на уровне 44,49%. 1 миллион 62 тысячи 4 избирателя уже реализовали свое право. В городе Самара явка составляет 35,06%. В городском округе Тольятти 28,02%. По всем остальным малым городам в совокупности явка составляет 49,52%. И, как всегда, наиболее активно голосуют избиратели в сельских районах. Там совокупная явка составляет 72,17%. Наибольшая явка наших избирателей зафиксирована в одном из сельских районов Похвестневский. Там явка на 12.00 составляет 92,4%. 15 184 избирателя реализовали свое право. Наименьшая явка в процентном отношении зафиксирована в автозаводском районе городского округа Тольятти. Это самый крупный район в Самарской области, да и, пожалуй, в России. Там явка составляет на 12.00 27,48%. Но в абсолютном выражении достаточно большое количество избирателей уже приняли участие в голосовании. Всего 87 864 человека. Что для Тольятти является достаточно высокой явкой. Если сравнивать периоды голосования, то чуть выше, где-то на 3-4% у нас отмечается явка, чем в аналогичный период на выборах губернаторов в 2023 году. За дни голосования в избирательную комиссию в первый день не поступило ни одного обращения. Сегодня тоже нет никаких обращений на нарушения. Вообще, я хочу отметить, что нет обращений на нарушения действий членов избирательных комиссий. Что не может не вызывать гордости за своих коллег, которые работают на участках избирательных. 7 числа вчера к нам поступило два обращения. Одно от избирателя на нарушение агитации. Данные факты нами проверены и отправлены для дальнейшей проверки в правоохранительные органы. Также один из кандидатов на должность губернатора Самарской области обратился к нам с обращением о предполагаемом нарушении другим кандидатом на должность губернатора Самарской области. По его мнению, данный кандидат разместил ролик в нарушении действующего законодательства. Была проведена соответствующая проверка. Выяснено, что действительно один из кандидатов фигурирует в сети интернет в ролике, но не как кандидат в Самарской области. То есть в данном ролике речь идет о выборах в Ленинградской области. То есть данное лицо как кандидат там не фигурирует и вообще не имеет никакого отношения к Самарской области. И фигурирует там как член своей партии, от которой он выдвинут. Поэтому в данном случае нарушений не выявлено, жалоба не удовлетворяется. Вот с такими результатами мы подошли к 12.008 сентября. Спасибо.